Поликлиника на колесах. Вылечить зубы, сделать рентгены и обследоваться у десятка узкоспециализированных врачей. Можно не только в поликлинике, но и в поезде. Передвижной госпиталь вот уже пятый год выезжает в самые удаленные уголки края. Дамир Гайфулин сегодня побывал в таком поезде и узнал, почему он считается лучшим в стране. Голубое южное небо, мутно. Ослабло зрение сразу к офтальмологу. Попасть в больницу жители удаленных районов края могут не всегда. Поэтому за медицинской помощью прямой наводкой в поезд здоровья. Сегодня доктор Война-Ясенецкий прибыл в Манский район. Прием ведут 17 врачей, от хирурга до уролога. В день через них проходит до 150 человек. Это очень нужно, потому что население у нас небольшое. В основном люди пожилые. В больницу ехать или в район день терять. Там отсидишь и не попадешь еще. А здесь все на месте, все прекрасно. Я сюда все время хожу. Поезд здоровья появился 5 лет назад благодаря соглашению между краевым правительством и РЖД. За это время он совершил более 50 рейсов по краю. Состав из 13 вагонов укомплектован современным оборудованием, с помощью которого каждого пациента можно обследить комплексно. Здесь есть рентгенаппараты, эндоскопы, маммограф и клиникодиагностическая лаборатория. Мы видели, что это люди пришли осознанно, люди ждали этого поезда. У них она позитивная. Каких там замечаний, предложений не увидели. Сказали, пусть будет чаще поездки. Что мы тоже и изменяем, и улучшаем частоту именно выезда и работы этого поезда на нашей большой территории Красноярского края. Всего на железной дороге 5 таких передвижных госпиталей. Но Красноярский считается лучшим. Доктор Война-Ясенецкий первым из них вошел в систему обязательного медицинского страхования. Проще говоря, сейчас действует как обычная поликлиника. В каждом деле, чтобы что-то создать, нужно вложить душу. Поэтому, когда мы создавали этот поезд 5 лет назад, мы вложили в него душу. Эта душа здесь прослеживается. Поэтому он и лучший. Есть в поезде здоровья вагон, который даже располагается обособленно и выглядит несколько иначе. В нем размещается храм. Эта церковь внешне не слишком отличается от обычных, а может быть даже краше. Здесь также проводятся службы, крестят детей и даже совершают венчание молодоженов. Лучших работников поезда здоровья с юбилеем сегодня поздравил губернатор и начальник железной дороги. Они получили благодарственные письма, часы и фотографии на память. Кто не растерялся от такого внимания? Дамир Гайфуллин, Марат Мухаммедшин, 7 канал, новости 24. Дамир Гайфуллин, Марат Мухаммедшин, 7 канал, новости 24. Дамир Гайфуллин, Марат Мухаммедшин, 7 канал, новости 24.